Два поражения и лишь одна победа. Серебряный призер чемпионата Ульяновска по мини-футболу «Кристалл» новый сезон начал, неважно. Уступили кристаллические даже дебютанты в Суперлиге, команде «Маймедиа». У нас как таковых задач на сезон нет. Идем от игры к игре, стараемся побеждать, тренируемся. Пока что-то не получается, мы продолжим работать. В турнирной таблице мы стараемся не смотреть. А в четвертом туре «Кристалл» ждало еще одно суровое испытание. Календарь свел подопечных тренера Алексея Тускаева с лидером нового сезона Платоном, командой, которая в трех стартовых турах одержала три победы. На очередной матч коллектив впервые в сезоне вывел его главный тренер Павел Трошин, пропустивший начало чемпионата из-за болезни. Будут стыки, будут единоборства. Не отвечайте, играем в футбол. Ясно? Надо игрой доказывать. Это все не наше. Раз, два, три. Горо! Чтобы доказать закономерность своего уверенного лидерства, Платону хватило полутора игровых минут. Едва ли не первый удар поворотом голкипера «Кристалла» Антона Загородникова оказался результативным. Его нанес Сергей Ахмедшин. Ситуация вовсе не была опасной, тем удивительнее было смотреть, как мяч летает точно в верхний угол. Не прошло и минуты, а Георг Хачатрян удвоил преимущества Платона. Это партнеры здорово накрыли прессиновым соперника и отправили Юркова нападающего на голевое рандеву с Загородниковым. Во многом, наверное, так сложилось. С течением обстоятельств я другими не могу назвать. Какие грубые ошибки были и с 0-2 начали игру. Лишь дважды пропустив «Кристалл» ощетинился и выровнял игру. Дмитрий Арефьев в одном из эпизодов даже попал в штангу. Той же монетой после розыгрыша штрафного ответил лидер платоновских атак Сергей Ахмедшин. Но забил снова Хачатрян. Только теперь он сам отобрал мяч у защитника «Кристалла», холднокровно обыграл Загородникова и 3-0 в пользу Платона. Как только пошла, вот она передача только пошла, в этот момент уже надо стартовать. Момент приема мы должны здесь его накрыть. Понимаете? Вот сейчас этот голод в следствии вот этого прессинга. В контратаку бежим вдвоем. Два остаются сзади. Волосы только, можно сфолить там. Волосы нету, можно где-то за счет мелкого фола не на карточку. Спокойно, только аккуратно. Просил игроков не получать карточки, а сам нарвался на удаление. Наставник Патона Павел Трошин так эмоционально разговаривал с своими подопечными во время игры, что судьи расценили это выходом за рамки правил. Спорно, но бесповоротно. Он за что показал? Ты спроси, за что он показал? А кидаем. Он из спортивных людей уже сейчас дал. Я вновь на этой игре. В основном установки все происходят в раздевалке до игры. В игре какие-то просто коррективы. Также он до нас мог их доносить откуда угодно через телефон. Поэтому я не думаю, что повлияло. Мы второй тайм тоже сыграли собранно. Весь второй тайм Платон снова, как и первые три игры чемпионата, провел без своего главного тренера. В атаке команда была не так агрессивна, но много внимания уделила обороне. Кристалл, надо отдать ему должное, сопротивлялся до последнего. Фанис Закиров даже один гол отыграл. Голкипер Платона Андрей Сейкин поначалу расстроился, а затем на последней минуте собрался и отразил не только удар Никиты Релисеева в дабл-пенальте, но и добивание Дмитрия Орефьева. 3-1. Платон по-прежнему не знает потерь в новом сезоне, а Кристалл вроде играет неплохо, но очки набирает с большим трудом. Очень сложная игра получилась, конечно, накал страстей. Где-то повезло, возможно, первый гол там попали, говорит, не видел Антона мяча. Готовимся на чемпионат, готовимся на чемпионство, все настроены адекватно. Старт неудачный, не могу сказать, что не давит, наверное, давление есть. Хотя ничего страшного не произошло, еще 14 туров впереди. Мы в прошлом году вылазили снизу после первого круга, поэтому мы смотрим вперед с оптимизмом, впереди еще 14 туров. 4 тура прошло, ничего страшного. Из пяти запланированных игр в четвертом туре пока состоялись только четыре. Погода в доме и ПСК из-за участия в всероссийских стартах сыграют друг с другом 19 ноября. Матч пройдет в УСК «Новое поколение» и начнется в 8 часов вечера. В остальных поединках реликтативностью блеснул только ОМЗ, забивший ворота Май-Медиа 11 мячей. Самым забивным в составе заводчан стал Дмитрий Елимов, в ее активе – покер. Новичок проморесурса Александр Лугунов не забил два дабл-пенальти, но его команда все равно одолела Илину. 3-0. Единственная пока ничья в туре 1-1 зафиксирована между командами Валенте и Смена. Целую неделю Платон и ОМЗ будут почивать на лаврах. Лишь эти команды идут в чемпионате без потерь. У них по четыре победы, по 12 очков, по 26 забитых мячей. ПСК и Погода хоть и не сыграли между собой, но все равно остались на третьей и четвертой строчках в турнирной таблице. Середина списка выглядит слишком плотной, чтобы делать выводы о перспективах команд второго эшелона. Футболисты Валента хоть и набрали первые очки в чемпионате, покинуть последнюю строчку и обогнать Элину так и не смогли. И именно аутсайдер откроет пятый тур 23 ноября. Остальные матчи также полны интриг и загадок. Кристалл против ПСК, Погода против ОМЗ, усилившийся проморесурс против Платона. Чтобы выделить главный матч, придется поломать голову. Тем интереснее будет наблюдать за Ульяновской мини-футбольной суперлигой.